Ура! 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 10 сентября Денцовские улицы заполнили герои сказок и легенд. Однако им никто не удивлялся, город праздновал день рождения. По традиции торжества начались с костюмированного шествия, в котором приняли участие около тысячи человек. Народные герои сказок, мифов, легенд, советского и российского кинематографа, а также многие иностранные гости, я если ошибаюсь, где-то там затесался даже Бэтмен, но, в общем-то, все наши западные супергерои и так далее, здесь, конечно, теряются на фоне родного отечественного кинематографа и легендариума. Вы у нас сегодня кто? Бабуся и Гося! Ой, еле иду, говорю, мальчик, возьми бабушу на машину! Помог мальчик-то? Вон мальчик поехал! Мы окрутники, ты чего, пупчик? Чем занимаетесь, ребята? Покручиваем всех и пугаем! Целый день на главной площади города работала ярмарка. Наиболее активных гостей праздника привлекли спортивные конкурсы и соревнования. Победители ждали памятные подарки и призы. Посетили День города и многие общественные и культурные деятели. Например, главу района Андрея Иванова заинтересовала выставка православной храмы России «Взгляд сквозь время». На ней представили фотографии десятков храмов и церквей со всей страны. Организаторы старались привлечь внимание к русскому архитектурному и культурно-историческому наследию. Что хотите увидеть? Все. Вот честно. Так красиво. Я отсюда из города уехал лет, наверное, 10 назад. Живу сейчас отца в Юдире. А он приехал сюда, говорит, День города хочу посмотреть. Ну, что говори? Ты как? Нормально, настроение хорошее. Позитивное. Специально для этого дела. Тепло у вас. И где планируете сегодня побывать, что посмотреть? На разных соревнованиях. Да. На разных конкурсах. Очень много хотим чего посмотреть. Надеемся, что нам все понравится. С самого раннего утра стартовала детская концертная программа. По доброй традиции ее участниками стали воспитанники местных школ искусств. Всему городу, во всеми одна. Нужна свобода. СВНОП нужна. Поселок Одинцово преобразовали в город в 57-м году. Тогда в нем проживало всего 20,5 тысяч человек. Сегодня эта цифра выросла до 141 тысячи. В воскресенье могло показаться, что все эти люди вышли на улицы города отметить день рождения столицы района. Отлично. Были на параде костюмеров. Отлично. А с кем приехали сегодня? С дочкой. Со школой. В три часа на центральной площади начался большой концерт. Он стал частью Всероссийского фестиваля народного творчества «Гармонь собирает друзей». Для любителей танцев проводили профессиональный мастер-класс. Ай, бедро. Ну, не просто раз, а как будто мы пытаемся что-то разбить очень сильно. Там. Ага. Одинцовцев приехали поздравить известные музыкальные коллективы, группы «Премьер-министр» и «Дискотека Авария». Исполнители по-настоящему взорвали публику, исполнив новые композиции, а также всем известные старые хиты. Завершился день города праздничным салютом, который украсил небо разноцветными огнями. Святослав Савенков, Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, Леонид Бурдин. Телекомпания «Одинцова». Святослав.